здравствуйте драгоценные мои друзья помните такой американский фильм чужой чужой 1 чужой 2 чужой 3 хищник против чужого ночью такая отвратительная была такой такой чудовище непонятно что напоминающий то ли какого-то дракона то ли насекомого и у него там было очень много челюстей одна самая маленькая то есть не рот открывался щелк 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 и одна такая маленькие зубки там самый последний такой был в общем и кровь его была прямо как кислота прожигала металл и все остальное да вот такое отвратительное существо и если вы помните оно внедрялось человека то есть как бы просто так были яйца этих существ но они не могли ну просто из яиц вылупиться и все и начать шуровать из яиц вылуплялся червяк он значит присасывался к человеку там откладывал тоже какое-то яйцо а уж из этого яйца появлялся вот такой монстр ну а человек носитель этого погибал жутчайшая история на друзья мои но и какой даже во сне приснится но не мне во сне приснится и будет страшно но в жизни друзья мои насколько вот если мы посмотрим вокруг много людей поражены вот этими энергетическими паразитами да то есть много ли в энергетическом человеке человек теле человека живет вот этих чужих и как как их получить вроде мы понимаем да если у вас завелись глисты ну вы начинаете плохо себя чувствовать да там может быть понос там рота еще что-то такое аппетит падает худеете сил мало да там какие-то признаки есть и значит если вы выпиваете несколько таблеток то значит какие-то паразиты помирают и вы выздоравливаете но в энергетическом смысле таких паразитов друзья мои очень много а вот энергетическую гигиену мы с вами не соблюдаем в том числе как бы где их можно подцепить вот недавно друзья мои буквально вчера с одной замечательной женщиной мы просматривали ее энерготела и печень вот паразиты вот эти вот инсектоиды всякие очень любят желтую энергию энергию денег ну материальный желтый да желтый цвет материальный и почему-то паразиты вот инсектоиды обожают желтый цвет они любят питаться и подселяться в печень центр удачи это солнечное сплетение там селезенка это тоже желтое солнце почки третья чакра это на позвоночнике да вот этот желтый пояс желтый материальный пояс и эти существа обожают поселяться здесь и питаться и даже запускают паутину и подселяют личинки и действительно можно вот как бы просматриваете человека и в его печени смотрите целый набор вот этих вот яичек чужих не одно большое а много маленьких обычно и человек даже не знает ну что что у него что из него просто высасывают энергию эти паразиты и как бы удачи нету и деньги не идут и все все рушится вот буквально что-то задумали на вот раз рушится устроились на работу вас буквально там через месяц увольняют до без причины вроде все в порядке друг раз до свидания какие-то вещи прямо из-под носа только-только думать ну вот но сейчас сейчас будет раз до свидания то есть специально поманят не то что вот у вас прямо глухота все вообще надежды нету это другая энергия это черная энергия отчаяния это это другие паразиты действуют а вот как бы у вас появляется надежда думаете ну вот 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 сейчас сейчас вот все будет потом раз хоп прямо из-под носа выдергают это в первый признак инсектоидов то есть чтобы вы как бы возбудились думаете но все сейчас возьмусь за себя нормально сейчас сделаю все готово да то есть они именно вот на этих контрастах то есть они вас дают как вот дают корову они дают вашу желтую энергию ну вот как раз вот этот случай женщины просмотрели в печени паутина которая распространяется уже так сказать на весь желтый поезд и яйца инсектоидов откуда она их получила во-первых значит паучара во вторых зацепила их буквально в интернете осмотрела канал какой-то гадалки всего лишь потому что ну как это мы узнали вызываем хозяина этого появляется гадалка которая а за ней стоит инсектоид все женщина лично даже не общалась никак не там не консультировать ничего просто просто смотрела канал вот этой женщины она там что-то раскладывала хорошее плохое но она была вот эти этой приманки этих инсектоидов то есть тот кто все ли кто посмотрит ее канал заразятся ну наверно не все я я подозреваю иначе это было бы вообще страшно потому что знаете ну просматривайте мало чего но интересно да интересно посмотрели нормально но те кто видимо как бы включаются искренне как бы подключаются им начинает нравиться и вот они начинают вот это движение то есть проклад пропускают открывают двери свои двери открывают снимают некую защиту неосознанно и через вот этот виртуальный канал инсектоиды проникают и уже начинают просто питаться а представляете друзья мои сколько вот сколько таких приманок по интернету по телевидению и вы думаете а почему как бы люди вдруг вдруг начинают как бы не очень адекватно себя вести в том числе и к примеру с разумом центр разума темно-синей энергии она очень хорошо пользуется спросом у инопланетных существ вот буквально вчера опять же с одной женщиной и она говорит вот на там каком-то пятом курсе института был у нее сон явный что какой-то вот приходил серый как бы инопланетное существо такое как как их изображают с глазами что-то прыгала прыгала и вот после этого сна интересного такого яркого сна у нее как бы вот интеллектуальные возможности снизились есть стало тяжело учиться прямо вот но не идет и все не идет не запоминается память все остальное то есть пришли подключились буквально каждый день друзья мои когда когда я работаю мы снимаем но у каждого второго вот эти инопланетные подключки именно на разуме не знаю уж но энергия разума для этих существ очень важно они пользуются я не знаю там торгуют и питаются ей но энергия разума вроде как примитивного человеческого разума для этих существ представляет из себя реальную ценность и как раз они стараются найти людей думающих чувствующих то есть которые выделяют эту энергию хорошие сочные плоды ищут и питаются и часто питаются всю жизнь поэтому какой-то момент люди талантливые которые которых хорошо получалось учиться еще что то они просто вот их их потенциал интеллектуальный падает сразу ну процентов на 30 он сразу падает когда человек подключается а потом когда это они выходят на проектную мощность он как бы ну 20 процентов от нормы то есть у человека разум его начинает работать всего лишь на 20 процентов и соответственно уже какие-то сложные логические задачи уже недоступны то есть человек просто как бы хватает его ну какие-то сериалы посмотреть да что-то что-то какую-то даже интеллектуальную передачу ну его ему становится скучно засыпает да вот посмотрите сколько это то есть вот сколько этих паразитов насколько это страшно кажется что что ерунда но они же потом потенциал низкий и в конечном итоге когда уже не хватает сил на на поддержание собственных этих возникают уже к этому и физические болезни почему так много онкологии а вот эти семена да то есть собственных сил не хватает чтобы выбросить из себя то есть организм заражен и на одном человеке часто могут быть очень много подключений буквально на каждом центре да то есть абсолютно чистых людей ну я не знаю там можно по пальцам пересчитать там единицы а тех у которого вот буквально на каждом органе сидят вот эти подключенцы и прямо качают человек представляет из себя просто ну как бы такую бензоколонку из которой выкачивают выкачивать по полной программе и пациентам подключиться получить это можно от телевидения вот интернета да вот просто посмотреть гадалочку как великолепно просто посмотреть еще что-то и сколько таких приманок друзья мои я вам уже говорил об этих прям вот откровенных инсектоид откровенных это антоша поддубный это бова уфолог который убава он там хотя тоже на на инсектоидов в общем то работает хотя против кого-то да вот вместе попоем песни попели попели их я вот уверен что что эти люди просто становятся рассадником для для червей для личинок это страшно это обидно чего заслуживают вот эти эти люди этот бова таракан это там туха надя это как кого ну надо это на других работает как ее там токарева они пожирают то есть вот пожирают тех кто доверился им но это по-моему это очень подло так что друзья мои это не значит что на шарахаться от всех но надо понимать что надо опираться на силу своей души и иметь возможность очистить себя то есть взять себя в руки просмотреть себя и если у вас есть что-то волей намерения с вами вызвать вернуть прокачать закодировать свои центры и сказать как бы это хрен вам они моя энергия это как это матросы балтийцы там рвануть рубаху тельняшку на груди сказать нет нет комиссарского тела не дам вам не это не крошки ладно друзья мои не будем о грустном хотя видите грустно столько таких историй я бы вам мог рассказать но боюсь боюсь многие из них вас могут могут настолько шокировать потому что они даже меня шоке но буду рассказывать по чуть-чуть по чуть-чуть дозировано чтобы чтобы вас не совсем испугать все пока